МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я чуть вперед пришел с реквизитом сегодня, Евгений Альбертович. Фуражка, форменная. Какого года? Фураж? Где-то 50-х годов форменная фураж речного флота. Вот карда, правда, не совсем равная. Не оригинальная. Она позднего периода, а сама фуражка. По улице не рискнула. Но это все из реквизитов Музея Вецкого госуниверситета. Музея Вецкого госуниверситета. Можете заходить на сайтах kirva.ru, есть там видеотрансляция. Заглянуть имеете полное право в нашу студию. Ну и к тому же потом на нашем сайте будет видеотрансляция. Видеоверсия программы будет выложена. И, собственно, Евгений Альбертович там предстанет во всей красе. А еще не все. Еще белейший итиль почти. Эпитана Врунгеля. Это тоже уникальный. Он даже не ношенный. Это образец формы реч флота 1953 года. Еще воротник стоячка. Два ряда золоченых пуговиц. Роман и полный антураж. Ну, примерите. Ну, я с трудом в него влезаю. Ну, собственно, уже несколько раз вы проговорили, о чем мы сегодня будем говорить. Мы анонсировали в прошлой программе, сделанной в Вятке, эту тему. История речного флота. Вятки и Кирова. Ну, больше Кирова, наверное, мы поговорим. Больше Ирова. Потому что если брать там купеческую историю, то там можно... Это все уже писано и переписано. Это есть уже и в Альманаха Герцен, и история упеческого флота, и на множестве сайтов, и все это известно, уже изучено. Любой человек может зайти в интернет и посмотреть. Поэтому больше возьмем советский период, и личные впечатления. Вот, например, мое поколение, кому 50 плюс-минус там, мы пережили, точнее, гибель в начале пароходного флота, потом гибель теплоходного флота, потом гибель вообще речного пароходства и всей его инфраструктуры. Вот. Она была огромная, еще было все заложено. Я напомню, что идут споры, кто же первый, заходишь на сайт Котельнича, наш там УПЕЦ первый пароход на Вятке запустил. На сайте Орлова они утверждают, что он... Нет, это у нас был первопроходец, да. И все-таки там где-то еще, там, не помню уже, на каком, в Кухар, да, тоже наш первый там еще деревянный пароход построил. На самом деле все-таки склонен вот считать, что первое пароходное товарищество было организовано в 858 году, за 100 лет до моего рождения, вятскими опцами. Но не Булычевым и не другими, а Линым, Столбовым и Орловским, опцом Чудиновским, и им принадлежал первый вятский пароход, прибывший в город в 61-м году. Вот с этого момента и считается начало пароходного сообщения. 1861-й, год отмены крепостного управления. В 61-м году у нас уже 100-летие отмечали с помпой пароходства. Была все... Да, это был, я еще чуть-чуть... Назывался пароход вятка и был предназначен для буксиров и имел длину 20 сажен и 50 лошадиных сил, чуть побольше запорожца. Вот. А в 73-м году, кроме буксирных, вот появились и пассажирские. Что буксировали-то, простите? Баржи были, деревянные баржи. Баржи, они протекали, везли в Слободской, например, продукты оттуда, соль туда везли на баржах, оттуда везли масло, сельхоз, продукты... Зеронорзами. Да-да-да, и на барже был шипер, поэтому на буксире всегда апитан, дежурный матрос шипер назывался, кричал несколько раз там в течение часа, у тебя в трюме вода, то есть, столь это вершков, там, хорошо, едем дальше. Баржи обычно обратно не возвращались, потому что было нерентабельно их тянуть, их обычно привозили, хотя были исключения, но обычно привозили и разбирали на месте эти бар и огромные баржи. А будущее их? Куда потом-то баржи? На дрова. На дрова? Угу, и разбирали, строили новые, легче было, наверное, рациональнее построить, это вот первая пароход, первый пароход, маломощные бусиры, деревянные баржи, вот, и все-таки вот с этого года, с 858-го была построена огромная инфраструктура, мы ее еще застали, да, был и речной порт, и были шикарные магазины внизу у этого речного порта, ОРС, речного пароходства, вот, где в 80-е годы, например, там продавали фанту, иногда пепси-колу и желательную резинку, поэтому ходили, упали, либо в магазине. А ее непосредственно по воде и доставляли эти все товары? Да, там, и еще пароход Москва, такой прогулочный был, и тоже там был буфет, вот там продавали эту пепси-колу, вот, да, нигде не было, да, вообще там и форменная одежда была, вот, ходили, люди в форме, это все дисциплинировало, то есть, я помню, что, когда смотришь из Александровского, тогда Халтуринского сада, это была огромная структура, были портальные раны, они постоянно днем и ночью работали, была железная дорога, все это, все подходы перерывали, огромные высоченные ворота, вот, и были и прогулочные теплоходы, и колесные сиры, и пароходы, и моторные лодки, вагоны грузились щебнем, отправлялись, вот, постоянно все это подсвечивалось прожекторами, поэтому жизнь была очень бурная, кипела жизнь, но не только это, ладно, я понимаю, что люди, люди работали, которые были плавсостав, там, на этих судах, и все, но была огромная, на мой взгляд, паразитарная надстройка, то есть, это само управление речного пароходства, оно занимало огромных, там, по-моему, даже два этажа огромного дома на набережной, и сколько, если представить пароходство, сколько чиновников было на душу каждого члена плавсостава, они даже газету свою долгое время выпускали, я еще помню. И о чем писали? Была газета «Речник Вят», и вот о своих проблемах, ну, конечно, сейчас говорят пиар, но... А сейчас я посмотрел в интернете, называется «Вят», речное пароходство зарегистрировано в каком-то маленьком доме, где-то на Большой горе, это вот за Сани, там, в районе Филейского порта, а Филейский порт строили еще в 70-е, говорили, что такое мощное, сейчас у нас будет грузовое движение, и зачем нам перегружать вятку, тут бла-бла-бла, тут у нас пляжи, тут у нас это, это, и туда, и надеялись там портальные экраны, вот все погибло. Говорят, даже остатки музея ушли, и все, ничего, ну, мы подойдем. А так, вот, в принципе, то, что задел дали опцы пароходом, я не буду повторять названия, там, Булычев, Дед, там, Мальд. Ну, это все на слуху, это все известно, если кто-то интересуется, может, найти без зубового труда. Ну, первое, это слухи о полноводности вятки, они очень преувеличены, что вот там в те годы, например, в начале 20-го века она была полноводной. Вы имеете в виду, что сейчас мы... Да, сейчас она мелела, нет, она всегда была мелкой, поэтому путешествие, к примеру, из Нижнего Новгорода или за ней, оно не было комфортным, летом особенно. Вот по большой воде, да, там, садился на пароход в Нижнем, и, значит, сидя в буфете или где-то там, на палубе, в каюте, можно было доплыть. А летом это все происходило. В Нижнем садишься на большой красивый пароход американского типа, там, двухпалубный или большой, едешь до Сокол, Сокол, и это пристань в районе 9 впадает в Камму, там дальше, чуть подальше, там где-то в районе УАР тебе пересаживают на другой пароход. Менее уже вместительный, а сортный. Менее, потом дальше ты доплываешь до Отельнича, там снова вят остановится мельче, тебя пересаживают на третий, пароход еще хуже. А потом говорят, иди-ка тебе друг пешком уже. Это бывало, но маленький буксир, который тянул баркас, а баркас это ведь, думаю, лав, и вот вообще можно было до вят и добраться. Иногда, да, иногда не добирались, а смогли с удовольствием. Мало ли, лето жаркое, например, да, еще вятка сильнее. Лето жаркое, до Филейской горы, а оттуда все-таки пешочком, а там были извозчики, вятские извозчики, которые брали уже не по 5 капе сверсты, а по 12 оттуда, оттуда, потому что знали, что одеваться некуда, и хочешь не хочешь свелись, и горы можно идти. Также они, например, извозчики из местных сел и деревень, они очень любили дежурить возле известных перекатов и отмелей, потому что вятка на чем была коварная? Мели постоянно меняли свое место, были перекаты, очень известные. Ну, течением песок наносят, неизвестно где. Известный ревун, это между, на полдороге от Слободского до Вятки, там перепад, водопад был метр, говорят, вообще у них 3 года, вот, это и были. И мели известны, и поэтому зачастую проходы садились на мель, и торчали на этой мели, либо следующие их не стаскивали, либо вообще вот, вот, и периода о спасении не шло, но вот все-таки не было, вот, о фильме «Волга-Волга», когда там этот, который Амери России подарила пароход, сел на мель, и помните там титры, прошел второй день, прошел там пятый день, то есть там люди бы просто загадили бы весь пароход, вот, выпили бы всю воду, съели бы весь, и выпили весь буфет, и не знали бы, чем заняться, то есть рыбы всего вряд ли им позволили на пароходе находиться, поэтому зачастую, если пароход садился на мель, то во избежание там их-то проблем, зачастую перевозили на берег, и на берегу, на поляне люди сидели и ждали, вот, когда уже не стащат, а кто там торопился, пожалуйста, извозь двойной счетчик, двойная тасса им можно, так что вот, и, ну, были по большой воде, конечно, хорошие, были американского типа двухпалубных, фотографии моря вчера, полночи сидел, смотрел, арсивейшие пароходы были, ну, вот, после революции 17-го года, после тех событий, конечно, очень много речи флота вообще по всей России пострадало, утонуло, было сожжено там красными, белыми, теми, этими, не было... Ну, разумеется, национализация, это все затронуло... Ну, да, то были, были переоборудованы и из наших пароходов, и многие участвовали, вот, навятки в сражениях и там под другие нужды, поэтому пароходов не было, тоже не строил в разруху, и поэтому свет и забрали после 17-го года. Самое лучшее, самое красивое, Булычевские, Трышинские, Александровские пароходы были изъяты на Двину, на Волгу, вот, если, например, в этом же фильме «Волга-Волга» снимали, там, помните, да, они плыли по Аналу, все там, да, там, говорят, чуть ли не с половиной России собирали весь этот плавсредство, чтобы вот создать иллюзию, что там все это пишет, и все... Ну, жизнь была, но не настолько, вот поэтому ходили у печицы, и, знаете, вот, хватило их до 60-х годов, вот, ничего не менялось просто... До 60-х годов прошлого века их можно было увидеть, и они работали. Да, увидеть-то можно было до 80-х последнее, но в целом ничего не менялось, то, что они не были частными, а стали государственным, то речное пароходство, порт была, пристань Вят, а потом порт Вят, а порт Иров, потом пристани сделали, пристань Вят, и Поляна, и Отельнич тоже переименовали в порты, вот, все это развивало, дорог не было, вот, например, вот представьте Гольцы, Гольцы, да, это вот в сторону Орлова ехать, вот там, ну, известное село Гольцы, сейчас урортное такое, оттяжное, но когда подъезжаешь к Гольцам, ты уже дома, это 20 минут, если пробок нету, ну, полчаса, и ты в Ирове, а пароход отходил, как правило, не на чем было ехать от Гольцей, от Гольцов, от Гольцей, не знаю, от Гольцей будем считать, отходил уже поздно вечером, там были красивые закаты, вот, очевидцы писали свежесть от воды, и, вот, можно было поспать тихомирно в койоте, и только утром он появлялся в Вят, и он возле Филии. Ну, если у тебя много времени, хочешь понаблюдать за окрестностями, за природой, пожалуйста. Это считалось порядке вещей, это еще 50-е годы, вот эти воспоминания, 49-го года, но ничего не менялось, вот, стало меняться, вот, первые пароходы, первое, раздел пароходов на металлолом, вот этих старых еще, 5 часов, их состоялось у Ирова в 55-м году, у моста в Заречный парк, то есть, ну, мост на Плавной, все его сторожилы помнят, и, видимо, вот где там у моста, на этой, на той, вот, первое распилили, уже, видимо, износились, а вторая состоялась... Ввиду старости, да, их решили, именно таким образом, уцелизировать? Да, износили старости, плохого ухода, да, все, там, один, там, там, там ведь делали, да, не хватало, каждый пароход, это все это явление индивидуальное, там, ставили рубку от другого, нос приваривали от третьего, и вот... Конструктор такой собирали, да, ходили. Комплектующих. Там же, ведь, ой, был, 60 сантиметров, это вот нормально, 80 осад считалось левят, и метр, это уже чревато было. Вот в 60-м году еще 5 судов были осушены у переезда в Ересни-И, и вот тоже были распилены на металлолом. Но ведь это трудоемкое довольно занятие. Ну, если, судя по воспоминаниям, на металлолом-то куда девать? Вот, ладно, там, списанное, но, да, последнее, вот это, сейчас мы подойдем, это очень жаль было. Ну, вот очевидцы, что пишут, что все-таки навятки в 50-е годы, в 60-е пассажирские пароходы уже не производили впечатления. Они уже были старые, аюты, ну, обиты, видимо, были лидерином, там, дерматином, покрашены, вот старые вагоны, представляете, только еще хуже, там, аюты были и четырех, и шестиместные, ну, и люксовые, и двухместные, все это, конечно, уже... Да, если что судить, если там вот морские суда, вот, и они там чуть ли не по 60 лет ходят и реставрируются, ну, тем не менее, вот, а зато впечатление производили буксиры, вятские буксиры были могучи, с могучим свистком, треоратное эхо по лугам разносилось, вот, если он шел там порожником без баржи, то прямо вот даже этот колесный, то волна от него против течения буксира шла аж за пару километров, сообщала о его появлении. Ну, буксиры-то они были из той еще эпохи, или это уже современные? Те еще, те. Вот только в 60-е годы где-то там на севере Великому Стюге были сделаны новые буксирные пароходы. Поначалу ведь буксир, он тянул за собой баржи, а потом уже в 60-е стали появляться толкучи, то есть высокая рубка, уже и баржи уже были не деревянные, а железные. Вот были, команды, конечно, уже сформировались. Я понимаю, что там, конечно, были репрессированы владельцы пароходных компаний, но капитаны, многие остались на своих должностях, потому что устройство парохода намного сложнее, чем устройство паровоза. К тому же, вот сама эксплуатация, она гораздо сложнее, чем ездить по железным дорогам. То есть там надо было принимать, знаете, механизмы разные, и автономно уходили, без радиосвязи, по авиатам ходили, и надо было принимать самостоятельные решения, что делать. И, в общем, и Паш вписывался в пароход, делая его одушевленным. То есть такая самостоятельная такая единица, отдельная такая капсула жизни. Вот я вот видел эти пароходы, и сидя вот на Эмей-Эвалюсандровском саду, можно было наблюдать, да и повятки. И даже в одном, хотя у нас вообще пароходы закончились в 80-е годы, вот наши оленя все это отлично помнят, вот когда последние ходили, и мне удалось побывать на одном из них. Вот у меня один мой приятель, он писал диссертацию по речным делам, по рыбам, и все. И было две экспедиции. Ну, от Ирова мы тоже не смогли, хотя был маленький катер, вот примерно от Советска до Камы и обратно. И вот однажды мы шли по Вят, и уже возвращаясь на нашем маленьком плавсредстве, и впереди шел вот этот огромный буксирный пароход, резвый, последний на вет, и он дымил, а дым почему-то, он, видимо, не погодя, вот знаете, когда он опускался, не вверх, а он прямо по ветке. И мы всегда в этом дыму, в клубах дыма, мы черные, у нас только глаза и зубы, и мы догнали, чтобы сказать, что такое там. И залезли, пришвартовали, взяли на абордаж, залезли, и капитан вышел, там были рубка, и вот два балкончика МСТИТ и ВСО, и был Арсиев, он показал нам устройство, и, а что, ребята, в баню хотите? Мы-то, ну, вроде бы, а сейчас заходим, у них баня. И что интересно, там дама работала очагаром, ну, там, наверное, все это было на мазуте, вот, а она же холодная, пока вы топить будете, а сейчас, это у нас быстро. В общем, приходит эта дама очагар, отвинчивая от вентиль, и накачивает это помещение горячим паром. И вспоминаются кадры из фильма «Трое лодки, не считая собаки». И вот очень жаль, потом я узнал, что этот резвый, он оказался вообще последний на ветке. Подожди, резвый или трезвый? Резвый, резвый, нет, это трезвость норма жизни, там, было уже на... Судно под названием «Трезвый». Вот, его оставили в Советске на пристани, и я тогда в газете работал, и я помню, мы пытались, ну, перестройка 90-е годы, тотальная нищета, бедность, разрушение всех госструктур, денег нет у него. Вот, хорошо, троллейбус там спасли, и что-то еще. А пароход он остался. И беда, вот эта жадность, вот, нужен был кому-то трос, его просто привязали при речалу большим стальным тросом, вот кому-то трос понадобился, и, видимо, не охранялся, вот просто в наглую плевать на пароход, трос сняли. И пароход ушел? А пароход он потечен, его понесло, понесло, он, значит, и речни и поймали, и в такой затончик его оттащили, хотя можно было поставить, оттащить в котельничь. Вот паровозы же ставят везде, такой бы музей, наверное, был вообще богатейший, в 61-м 100 лет, да уже, если с 858-го, это уже с Оль-а там было бы лет 160. И в котельничь, вят, он нашли бы место, ну, стоит же Аврора, ну, ладно, у нее железо толстое, сохранить можно было, нет. Отогнали в затон, и вот охотник, и просто даже не государство, вот эти местные... И тоже распилили? Распилили, разломали. И еще был один у нас такой нефтеналивной танкер, вот его куда-то передали, в другое пароходство, и просто до невозможности перестроили, он уже исторической ценности не представляет. И я думал, что это у нас беда одна, навязка, оказывается, вообще в России не сохранилось ни одного живого лесного сира, ни одного. Вот, и есть музей там, где-то в Сибири, один пароход вот в Сибири, не помню, в Томске, по-моему, осушен и превращен в музей. Вот молодцы, вот, конечно, оставили. И только по Северной Двине еще один руизный вот такой лесный пароход, настоящий, не знаю, на травах или на мазуте, на чем он, он вот пользуется большой популярностью. Хотя у нас и мэр был речником вот в ту пору, там пытались какой-то музей сделать в районе Филейского порта, и, тем не менее, вот ничего не получилось. Вот жаль резвого, жаль, из-за швартовочного троса, из-за железа, вот просто это, в протоке его разобрали. А второй быстрый был, он тоже в Аркуле стоял на разогреве мазута, ремонтировался даже в Саратове, вот, и затем он был полностью перестроен до неузнаваемости под «Эмерчес» и «Проект». Вот. Ну, менялось время, на смену купечес им приходили другие, и многие помнят, что вот в 60-е годы появились знаменитые речные автобусы, так называемые. Давайте о них уже, Евгений Альбертович, после небольшой рекламы середины часа у нас мы прервемся. История Кировского речного флота посвящена сегодняшняя программа, сделанная в Вятке. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея. Просто музей Вят. Музей Вят ГУ, да, помню. Кстати, мы сегодня должны еще сказать про выставку, да? Давайте сразу скажем. Сегодня у нас музей событий, в 5 вечера у нас будет открытие выставки. Наше отделение Союза дизайнеров России отмечает 15-летие. И творчество и отчет в инженериуме, это Преображенск 41. В 5 вечера открытие выставка будет работать до 12 октября. Но сегодня основные события. И мы от нашего музея Вят ГУ сделали с позицию вятский промышленный индустриальный дизайн. То есть представлено все, что в разные годы делалось на Вят. И что мы смогли найти и собрать. Это и швейная машина Мила, приемнич Эльфатон, магнитофон и Олимп. 4 Олимпа, по-моему. И самое интересное, мотороллер электрон в идеале. Реставрация Евгения Катаева. Гран-при на сайте Советс и мотороллер. Он тоже будет представлен. Но еще много интересного. Поэтому милости прошу. В 5 вечера сегодня открыться. Преображенск 41 инженериум. Десова на фасаде. Бывший дом политпросвещения. Возвращаемся к речным судам. К нашему плаванию. Речные автобусы, так называемые. Заряды, автобусы. Наверное, будет несправедливо сказать, что речное пароходство эксплуатировало пароходы и теплоходы. Было 3 организации. Минимум 3. Это ВРП, речное пароходство. Потом Вятлесосплав. Который тоже огромный. Был флот небольшой. И было МРХ. Министерство рыбного хозяйства. Но это меньше. Но уже тоже имело. В основном катера типа РС. Там чуть побольше. И другие плавсредства. Ну и не считая маломерных судов. Ну вот, конечно, было очень интересно смотреть и наблюдать. Тянут плоты. Но вред этой Вят. И говорят, вот когда стали давать в аренду артелям рыболовец, им участвовали, и то говорили, что Вят проэт. Дно ее устлано бревнами. Вначале был малевой сплав до 60-х годов. Потом тянули буксиры. И интервалы доходили до часа. Вот час, плот один, другой, следующий. Вот одна большая вода. Иногда там длинные плоты загибали. Вот это там на излучине Вят. И то дежурил второй Атер, который подтал. Была бригада на плоту, которая... Там был тяжелый груз в конце плота, который поднимался лебед или машиной там, трактором. Когда кабель по дну проложен, в общем, была тоже целая система и структура, которая умерла. Ответственная работа. А в 60-м уже менее актуальным стали становиться пассажиры, перевоз. И хотя они и в 70-е имели значение... Это с развитием, собственно, сети автомобильных дорог, железнодорожного транспорта. И уже лень было кому-то от Гольцова давят и ночь плыть. Можно было за час добраться автобусом. Хотя вот я даже в 72-м году из Медведка до Котельнича пароходом. Автобусом неинтересно было это. Еще с музеем поехали. Сколько по времени это заняло? День почти. Медведок на Линском, Котельниче. Понятно. И вот я еще про структуру не сказал, что ведь и были учебные заведения. Было у нас первое училище, почему-то не ГПТУ, а просто ТУ на улице Свободы. Там было отделение, этот самый моторист речного флота. Моторист рулевой речного флота, вот правильно. И шли, он был. И такое же училище было. Много желающих было. И, по-моему, в Аркуле, речное училище, филиал его был Медвед. И вот я еще застал люди в форме, там в Кляшах, в этих, в Ителях, в Тельняш ходили. Речники. Все это дисциплинировало. Люди в форме. А потом вот стало больше удаться скатываться на прогулочные. Вот появились эти речные автобусы Заря. Хорошие. Ну, интересно, палубы не было, садишься в автобусе и через стекло... Ну и скорость. И даже там не было штурвала. А меня всегда удивляло, что руль в автобусе. Ну, они же на подушке, да? На подушке, да. Там писали биологи в защиту, что вред вят, и несчастные курчатся на песке от этой волны. Волна была приличная, я помню. Волна была приличная. Оф, я не встречал. Но вот ушло, последние сохранились в полянах. Они ведь еще были в начале 90-х. Были, да. Однажды я на таком тоже был в гостях в вятских полянах. И просто ходили эти... Там вот Заря, чуть поменьше Зарница. Там была Зарница. И я смотрю, там написано расписание. И мне интересно было. И я вот отправился в путешествие в Тольятти. Из вятских полян? Да, из полян до Тольятти ходил. Ой, парагоний. Но не так. Когда, конечно, гуляешь по палубе, когда там куда-то можно выйти, зайти в буфет, а там сидишь в автобусе. Обычное сидение, кресло. И, конечно, стоит отметить старые наши прогулочные теплоходы. Вот нынешний у нас Ировчан, это, по большому счету, это десантный паром, который должен в боевых действиях перевозить до 800 десантников с полным вооружением. А об этом, собственно, свидетельствует его конструкция. Когда вот она откидывается, вот эта вот передняя часть, ты заходишь, либо выходишь. Есть пособие, насадка его где-то сантиметров 60. Но вот то, что сейчас вот он... Плоскодунка, да, видит он? А? Плоскодунка? Да, конечно. Плоскодунка, да. Куда-то он туда, до старого пляжа, назад. А раньше было интереснее. То есть были все-таки типа Москва прогулочные и палубные теплоходы. Они ходили до Загарского моста. Это было примерно больше часа, наверное, туда-обратно. А летом вообще вот было их два. Один просто теплоход белый, красивый, а второй тоже бусир. А у него была баржа с брезентовым тентом из Эмей и Олетричи. И вот туда писали заявки целые заводы, институты, и это образовательные учреждения. И семьями с утра на прогулку, на пароход, куда-нибудь на пляж в районе того же Загарского моста, где там пляжи навят, и их там на несколько часов высаживали, а потом собирали обратно. В основном всех собирали. Ну, наверняка были ситуации, когда кого-то трудно было найти. И обратно. Вот я даже помню, что домоуправление могло себе позволить. Однажды я был еще пионером у нас, юным пионером. У нас во дворе летом они повесили объявление, там, бла-бла-бла, домоуправление, прогулочный теплоход. И мы все дети с атомами, с этими вареными яичами, там, с помидорчиками, с полотенцами, с ковриками собрались. И нас тоже дружно в порт на белый красивый теплоход и на пляж вот на целый день. Домоуправление, банальный же там, который не только деньги тянул с населения, но чего-то и организовывал. Социально значимый, организовывал отдых какой-то коллективный. И вот постепенно стало все умирать, умирать. Я говорю, что огромное пароходство, которое занимало там несколько этажей, целый этот первый этаж дома, даже ни одного еще филиала, сейчас занимает номинально где-то в этом доме в селе Большая гора, в деревне. В деревне даже Большая гора у Филейского. И стало все умирать, убрали железную дорогу. С 78-го года вообще прекратилось вот это прогулочное, теплоходы стали возобновлять. Вот вся структура ушла, неактуальны стали уже и, видимо, профессии моториста речного. Ну, мало-мало у нас, конечно, лета, мел-реа, хотя вот даже не только по Вят и Жамалому пароходы заходили и все. Ну, таким образом, все это умирало на наших глазах. Не верю я в слухи, вот все это, на мой взгляд, популизм, что мы сделаем Вят у судохода. А зачем? Ну, что, ну, сколько затратят? Это вы сейчас говорите о том, что современные власти у нас тут упоминают об этом. Что у нас земснаряды, ладно, песок они мыли, там, песок для дорожного строительства, что-то, но вот именно с целью. Все равно у каждого третьего машины все равно поедут пароходы, они уже, ну, не знаю, очень мне не верится в это явление. Вот, еще в 60-е годы получило развитие такое явление маломерное суда. Да-да-да, вот я тоже хотел спросить, а когда, собственно, спрос начался на личные такие судна? В 47-м году был создан первый подвесной лодочный, ну, до войны были образцы, двигатель назывался он «Занец», вот в музее Авиат ГУ он есть. Там маломощный, наверное, да. Такой двигатель, да, он такой, бензобачок, ну, он маломощный, он двухтактник, конечно, но даже легче, чем некоторые вот миниатюрные «Ямаахи», и все, чух-чух-чух-чух-чух-то работает. Потом в 60-е годы появились лодки «Занка», вначале «Дюралевая», потом разные разновидности, там «Воронеж», «Опи», «Рым», в общем, вот целая лодочная станция была, даже не одна, были частные лодки. В деревнях очень популярно было иногда где-нибудь вот в низовьях, особенно сидишь на берегу, рыбачишь, и целый сток сена плывет по реке, а потом смотришь, огромное деревянное, это лодка, бласкадон сзади, мотор, совец, и были веки, там, рыбой, и все, и человек, там где-то этого сена накосил, и целый сток везет по вят, и вот тоже ушло, но сейчас это возрождается, но тогда, в принципе, было доступно, когда особенно бензин был дешевый, мы и на охоту плавали. Но сейчас по вятке, кстати, можно увидеть, довольно симпатичные маломерные суда. А сейчас, да, симпатичные, старые восстанавливают, были ведь лодки серебрян с ютой, где жить в ней можно было на террасе, сейчас это возрождается, но это уже, конечно, для людей состоятельных. Сейчас считается каким-то уже таким премиум, премиум отдых такой, да? Мотор-то любая резиновую, пластиковую надувную лодку, может, любой, но это в пределах, но там, чтобы за рулем, с комфортом, с девушками в купальниках, до повят и до ограничения постоянно водили, им нельзя стоковать, им нельзя нерест, нельзя там-то, там-то. Ну, вот все это стало умирать, и в итоге, конечно, пришло тому, что мы сейчас видим, когда вот ировчан уже вызывают, о-о-о, живое. А тогда ведь, когда на прогулочном теплоходе вниз тебя везут, то там тут баржи, тут что-то, землю. Постоянно есть, зачем наблюдать, впечатления и так далее. Ну, вот, ну, и, конечно, в конце остается еще чуть-чуть, моя любимая тема, это, конечно, атастрофы, вот, не все было благополучно, ну, да, я про авиацию пытался найти, но тоже мало, конечно, пароходы и тонули, и горели, чего только не было. В 43-м году шел по вятке в низовьях, видимо, пароход, и баркас один был с народом, удата везли, второй с паклей, так называемый, ну, удель, вот, и сел на все это, все это хозяйство, видимо, все три половсредства, то есть пароход и прочее, сел на мель где-то, и ничего, народу, а что там баркасе делать, вот, их не высадили на берег-то вовремя, я говорил, высаживали, а почему? Они полезли, видимо, на пароход, перелезли и в буфет, а в буфете оголь продавался, и в итоге вся вот эта братья на мели в баркасе напилась, стали плясать под гармошку, а потом внезапно увидели дым, что это спали, третий баркас горит, и в итоге в 43-м году сгорело вот это два баркаса и пароход. Слушайте, это же военное время, там же серьезное разбирательство. Вот, и в наше время, вот, к примеру, 11 мая 1982 года теплоход Ировчанин, ну, это уже прогулочного класса, вышел и звяз их полян в набережные Челны. У Алла-Полуночи, когда теплоход проходил отдаленное от места, где-то между пристанями Гурьев и Мамадыш, вахтенный матрос обнаружил пламя, бушевавшее в армовой части Алла-Буфета. Вот, заметьте, Алла-Буфета. Потушить не удалось, огонь распространился по всей палубе на вызовы бортовой рации, и Равчанин на ней отозвался, а то прямо Титани, а там можно снимать у нас местный вяцкий. Рассчитывать приходилось на собственные силы. Апитан Солодян сумел подвезти пылающий теплоход залитому весенней водой берегу с целью спасти людей. Часть пассажиров оказалась отрезанной огнем в помещении под главной палубой. Спасать их пришлось через иллюминаторы. В общем, людей вытащили, жертв не было, но, опасаясь взрыва цистерн с топливом, команда затопила пароход. А люди, продрогшие и обгоревшие, ждали помощи около шести часов, пока не подошли, спешившие за плотами сиры. Вот до сих пор этот ировчанин лежит на дне, и на дне, наверное, много лежит. Вот у нас еще и тайны есть вяц, и говорят, что когда пароходи ходил даже по Амутнинскому пруду у Печес, и когда Упца в 2018 году поперли, он его потопил на середине этого пруда. И сейчас вот в хорошую погоду, видимо, когда нету ряби, то говорят, что еще можно даже рассмотреть, разглядеть. И сколько вот все утонуло, может быть, и интересные экспедиции спасательные. Вот, к сожалению, вот я вчера листал, это очень интересная тема. У нас очень мало вот истории, вот, ну, у Печес и флота, он понятен, а вот дальше, дальше, очень мало. О вчерашнем пароходстве очень мало сведений. Есть воспоминания речников, есть энтузиасты, которые фотографировали все пароходы с 50-х годов, но они по разным причинам не могут это выложить, вот, не найти сперечня судов. Вот, не было летописца пароходства. И это попытки, вот, делал священник Варкуля, но все это осталось пока у нас террой огнета, страной неизведанной, и поэтому вот все это, и мое мнение, надо и создавать и музей какой-то, и из того, что еще можно найти, и вот заняться этой проблемой. Даже, ой, это печатное издание сделать, потому что это огромная страница истории Вятского края, которая уже перелистнута, на мой взгляд, навсегда. Завершается на этом очередная программа, сделанная в Вятке, но я думаю, что мы сделали приятное тем, да, нашим слушателям, жизнь которых или жизнь родственника которых была связана с речи флотом. Действительно, это большая и очень славная история, замечательная, с многочисленными ответвлениями, историями, воспоминаниями. Ну и для тех, кто впервые, возможно, представителям современного поколения об этом слышал, тоже было интересно. Спасибо большое, Евгений Питонин. Еще раз приглашаем на сегодняшнюю выставку «Инженер. Время открытия». Ну и до новых встреч, до новых программ. Всего доброго. Счастливого плавания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»